доброе утро в эфире программа утренний кофе сегодня у нас в гостях актриса театра и кино лукерия ильяшенко лукерия здравствуйте у вас такое красивое и необычное имя да кто вас так назвал родители поиздевались мамы надо мной поиздевалась назвала в честь прабабушки смешительно ласкательная лукерия луша производная старославянского гликерия что означает сладкое вот не могу сказать что я в каком-то сильном восторге от имени потому что очень неудобно мне кажется наоборот очень необычно не жаль и необычно и несомненно женственно тоже но вот еще мне конечно повезло что я стала актриса не бухгалтером потому что лукерий николаевна бухгалтер мне кажется было бы совсем как-то экстравагантно для актрисы более-менее чего но значение сладко это здорово не зря вы попали в сериал сладкая жизнь это наверное вот есть в этом какая-то закономерность возможно ну а так вообще жизнь-то сладкая таким именем уже такая мне кажется обычная какая-то трудовая артистическая жизнь как у всех артистов насыщенная как вы начинаете свой день и есть ли какие-нибудь может секреты свои какие-то такие вот моменты что-то вы делаете по утрам чтобы день удался и прошел благополучно не знаю пораньше лечь выспаться встать утром контрастный душ меня очень бодрит например что еще какие-нибудь да нет ничего такого особенного просто встаешь пытаешься встать в хорошем настроении рядом код рядом молодой человек и все вроде ничего и отлично и день кофе пьете кофе пью да давайте купим кофе очень люблю большая как это кофеманка лукерия до того как попасть кино вы себя много где и в чем попробовали вы и профессионально занимались танцами балетом потом у вас была учеба на филологическом факультете потом вы работали и моделью и было участие в мюзиклах и театр у никитских ворот это вот вот так вот все 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 это что было поиск себя я не могу сказать что это был поиск себя это были какие-то логически вытекающие одна из другой вещи я училась в балетной школе балетном училище я выпустилась пошла работать в новый русский имперский балет была такая балетная тропа не знаю сейчас есть или нет я пришла туда начала танцевать классический балет получила травму ушла и подумала что я могу делать еще но помимо того что я на вечернем училась значит на лингвисты региона веды до сих пор не знаю что это значит перед тем что я пять лет отучилась но как-то мимо кассы прошло честно говоря потом я попала на кастинг компании встреч интертеймент компании которая делает в москве мюзиклы как бы адаптацию мюзиклов бродвейских ставят для развива зрителя в европе и в москве это все оригинальные либретто музыка и почти один в один текст прям почти один один всю эту историю ставят собственно западные шоураннеры режиссеры написанцы постановщики люди отвечающие за вокальную часть ну вот и в общем я пришла танцовщицей на кастинг выяснилось что я могу петь попадаю в ноты так конечно не 7 педеева лбу просто так среднего уровня для того чтобы петь музыку не хватало вот я отработал несколько сезонов модель мне кажется вообще в принципе не профессия это такой некий факультатив там снимаешься между делом было конечно между делом с моим ростом от горшка два вершка никакого модельном бизнесе серьезно говорить конечно же нельзя у кири а как появился театр вашей жизни театру никитских ворот под руководством марка разовского очень такая странная история мне было 14 лет я была учили не ученицы балетного училища по обмену требовалось три девочки в театр марка разовского для того чтобы поехать на гастроли в америку со спектаклем чикаго или боба фосс живет в москве какой прекрасный начал даже граждан в 14 лет там собственно все вот эта хореография боба фоссы прям или не 14 15 или 14 вот как-то так было мы должны были поехать я еще две девочки на две девочки мои одноклассницы они были сестрами поэтому в америку их не выпустили чтобы не остались конечно и одна из сестер был уже 18 лет на тот момент и как бы в итоге я поехала одна совершенный интровед я честно говоря и на тот момент вообще была совершенно не мая зажатая балетная девочка вот которая едет с театром и так видите от ранее все-таки громкие яркие вот и мы поехали на гастроли в америку целый месяц ездили по америке и по возвращении из москвы тфу из америки да я в москве продолжила работать в театре детских ворот довольно продолжительное время наверное лет до 22 что ли такое на 14 до 22 это все большие стаж обычно 22 начинают доработать я а я как-то опередили до опередила уже было вот так ну и потом какой-то момент когда я работал в мюзиклах я вдруг подумала что артист мне кажется у нас в стране и в принципе он должен быть либо синтетический то есть какой-то разно жанровой чтобы как-то make living чтобы зарабатывать деньги универсал универсальный до артист либо наверное нет и у меня конечно было совершенно всегда мне кажется как у каждой девочки стать актрисы попробую себя вот я пошла в школу драма германа седаку окончила ни в один большой вуз меня честно говоря не взяли я пришла поступать в год в 22 мы везде говорили что вы очень старая уходите пожалуйста да вот сейчас не старые это считается 15-16 лет хотя я не понимаю что нужно 15-16 лет сыграть в принципе потому что все таки мне кажется что актерская деятельность предполагает какой-то жизненный опыт и может быть даже иногда чем тяжелее жизненный опыт тем интереснее наполнение артист ну в общем и личность под артистом всегда говорят что личность создается не благодаря а вопреки на кино как попали кино я уже заканчивал школ драма германа седакова до этого были какие-то несколько таких маленьких ролей что-то меня куда-то брали сниматься вот и потом я уже заканчивал школ драма германа седаку меня позвали на пробу проект где 17 это сериал для тнт был 16 серий не отвердили на 1 на 1 такой одна из главных женских ролей ну и как-то пошло поехало потом началась это обычная актерская рутина не знаю мне кажется стороны наверное как-то иначе выглядит но по факту актерская профессия это вот ты ходишь 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 попробуем тебя не берут не берут не берут о взяли никакой романтики нет в этом но мне кажется на данный момент уже совершенно никакой романтики мне так близкие люди до сих пор спрашивают а вот ходила на эти пробы а как-то я недавно ответил и говорит ребят на если я буду по поводу каждых проб заморачиваться там трястись как осиновый лист и не знаю всячески рефлексировать на эту историю мне просто не хватит нервной системы это уже давно конечно же стало просто прутиной ты идешь тебя любит беру не берут ничего страшного нет в том что тебя не берут сегодня вы можете сказать что кинематограф это ваше призвание или нет я могу сказать так я пока не вижу потолка вот когда я его увижу наверное можно будет сказать что все а вот на данный момент наверное пока призвание потому что я не вижу потолка я не вижу дна и мне есть куда копать в какой-то момент когда работала артистом балета я очень четко поняла предел своих возможностей как технически ну физически ну хотя наверное там в общем это единственный критерий потому что все-таки что касается драматизма там тоже есть где развернуться конечно там я тоже поняла потолок какой-то материальный что ли но это важно это в любом случае важно я считаю что женщина должна как-то уметь зарабатывать но в нашем мире наверное там для 20 назад было несколько иначе но данный момент все-таки в нашем мире это важно роль в фильме сладкая жизнь роль лера сделала вас известный популярный и знаменитый и больше стали называть ставка поднялась опять же плюс все складывается где-то в одном из интервью вы сказали что не испытывали сложности когда играли эту героиню поскольку у вас много общего вот не интересно в чем она сказала да я даже читал это в интервью что вам легко было входить в образ вы поняли ее нет история была по-другому не знаю как даже может быть я как-то не на прочитал мы с лирой наверное все таки по-человечески не схожи там в каких-то общечеловеческих ценностей на цены всегда принципах понимание жизни потому что я совершенно тот человек который вот хочет сам хочет зарабатывать сам не хочет ни от кого зависеть это очень раздражает уже сейчас я это уже вижу моего молодого человека людей которые меня окружают дико раздражает маму потому что она хочет чтобы я села условно все хотели гадил лода и чтобы вот лучшенька было я не это вообще совершенно не это мне чем больше саморазвития чем больше моих каких-то личных достижений тем моя жизнь насыщеннее и интереснее совершенно точно вы такой бунтарь по натуре я не бунтарь я вот простыми если мне что-то надо едет беру не делаю вопреки а что касается леры сначала я когда я увидела сценарий я почитала библию персонажи и потому господи какая сволочь как же ее вообще можно сыграть а ты никогда в жизни не сыграешь персонажи если ты его для себя нет не выражаешь все его поступки почему он так делает вот мы сделали пробы я подошла но видимо все таки как-то типажно фактурно вот нужна была такая я могу выдать мистеру и лапочку какую-то коварную соблазнительницу но дело не в этом дело в том что я не очень поняла не понимала что мне делать с этим я не очень понимала какие мотивацию персонажа но потом я просто вчиталась и поняла что одна единственная та самая дурацкая мотивация которая есть у нас у всех любовь неконтролируемая совершенно голову отрывающая любовь и все что она делает она делает из-за любви так как она может исходя из ее собственных моральных там принципов каких-то ее качеств человеческих вот она как может добиваться вадика вот она так и добивается и играет любовь и одержимость человеком да наверное да мне это близко мне такое было что касается уводить из семьи все-таки как говорил моя бабушка ночью мне счастье счастье не построишь какую эмоцию вам сложнее всего сыграть или нет такого говорят что очень сложно но это опять же наверное по-разному проще сыграть какую-то трагическую сцену слезы а вот искреннюю радость или юмор это гораздо сложнее да конечно сложнее тоже не очень сильно зависит зависишь от партнера не очень конечно в сладкой жизни вот особенно какие-то такие легкие игровые комедийные моменты или какую-то радость или искренний смех всегда очень-очень очень важен партнер у меня недавно закончился проект о съемке проекта на лед для первого канала в главной роли играл владимир мошков саша паль дни шведов и я вот такая четвертая компания у вас хорошая не ломя подробно подобралась потрясающе я в очередной раз приняла что значит артистический профессионализм и вот это вот чувство партнера которое очень важно потому что вот какой партнер такой ты сколько ты не даешь ровно столько же он отдает тебя обратно это взаимный обмен такой да и взаимный обмен я была совершенно поражена тем как работает владимир львович мошков казалось бы именитый артист номер в общем-то как бы один на российском в российском кино на российском телевидении и этот человек когда снимают диалог сначала крупный план одного затем крупные планы другого не всегда это снимает звук камер часто с одной и вот когда план выставлен не на него владимир львович при том что в кадре я и в принципе можно просто подкидывать текст до расслабиться выдает все на 100 если не на 105 процентов вот уровень профессионализма это уровень отношения к работе совершенно идеальное тело я прошу прощения что говорю о таких вещах но владимир львович на площадке был специальный вагончик где у него был спортзал между сценами все остальные что делает ходят пьют кофе болтают занимается не пойми чем владимир львович идет в свои в свой тренажерный зал заниматься то есть ни минуты зря 12 часовая смена потрясающе на этом моменте мы сделаем небольшую паузу не переключайтесь оставайтесь с нами мы продолжаем наш утренний разговор за чашкой кофе с лукери ильяшенко лукери ну как любой актер наверное вы тоже мечтаете о какой-то роли поделитесь своей мечтой я хочу сыграть астапа бендера но я девочка но вот если бы была наверно какая-то такая женская роль аля стоп бендер вот это вот совершенно абсолютно мечта еще у меня есть совершенная мечта идет я очень люблю тима бертона я очень люблю всякие сказочки и всякую такую мистику потусторонний мир да но мне просто очень вот именно наверное бертоновская эстетика близко как-то по духу я нахожу это каким-то безумно красивым я хочу сыграть хотя бы каком-нибудь маленьком бардалаком тима бертона где-нибудь в десятку ряду пускай через миллион лет пускай как угодно но просто чтобы побывать у него на площадке хотя бы от этого я тоже прочитала что у вас очень интересное хобби и увлечение вы любите антиквариат старые вещи связи с этим меня вопрос откуда вот этот интерес это как-то из поколения в поколение у вас семье передавались может какие-то семейные реликвии нет семейных реликвий нету к сожалению но это все таки наверное наследственное у меня папа был художником и занимался антиквариатом но он занимался во все больше конами я как-то с детства привыкла видеть старые вещи дома которые были вот и потом когда его не стала как-то мама не поддерживала вот это какой-то там культа старых вещей хотя там оставались какие-то там старинные ложки купленные отцом какая-то за какое-то слово серебро и потом наверное лет 18 у меня вдруг спонтанно откуда-то появляется вот этот огромный интерес антикварным вещам конечно все больше украшением потому что все таки девочка хоть и хочу сыграть остапа бендера но я девочка дает все равно девочка и люблю украшение готовы на это тратить деньги не знаю насколько это выгодное вложение на страшно люблю эту историю многие спрашивают они страшно ли носить мол вот чужая энергетика часто бытует такое мнение да 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 из могильников у меня есть траурное украшение конце 19 века викторианская с волосами внутри то есть это колечко под стеклышком волосы и черной эмалью на том самом желт желтым золоте из которых больше не делать украшение поскольку хрупкая написано и я вот когда вижу эту вещь меня прямо аж бросает в дрожь я ношу ухожу каждый день когда люди видят и понимают что это такая какой кошмар вдруг оттуда кто-то вылезет призрак или еще кто-то я человек не суеверный вы не склонны каким-то предрассудком не верите вообще совершенно мне кажется что эта история что в каждой такой вещице своя драматургия по своей какая-то история и подумать что там такое было мне кажется очень очень интересно у кири есть у вас еще такое профессиональное занятие как диджейство как вы до этого докатились я скажу неправду если я сейчас начну кори что я все же мечтал быть диджеем я мечтала быть диджеем лет наверное пять назад как-то так мне хотелось показалось это модно мне казалось это каким-то таким прикольным и чем-то таким элитарным даже отчасти но мне всегда хотелось играть свою музыку которую я люблю я очень ломан у меня большая очень коллекция в этом там музыка которую я люблю и я не все понимают потому диджей я такой коммерческие стала я им после выхода второго сезона сериала сладкая жизнь когда действительно ну правда поскочил медийность начали узнавать мне начали поступать звонки хотите ли сыграть я думала 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 соглашусь и дай-ка я соглашусь да действительно выучусь этому не очень хитрому делу а в наше время это действительно хитрое дело есть много всяких программ вы учились этому да я училась но там в общем честно говоря ничего сложного конечно сводить какой-нибудь винил или как знаете в советское время люди сводили на бобинах один трек с другим это какие-то совершенно виртуозные вершины и действительно дары таланта сейчас это все очень доступно вот и в общем я коммерческий диджей играю совершенно конъюнктурную музыку то есть то что требует региона ваши слушатели то что требует слушатели и совершенно не пытаясь привнестись в эти именно такие коммерческие мероприятия какую-то нотку того что я люблю когда играю в москве есть несколько заведений где действительно есть какие-то мы единомышленники те люди которые любят то же самое что и я и там я могу себе позволить играть то что люблю я я как-то начала к этому немножко по-другому относиться со временем очень чудная такая история начинаешь чувствовать атмосферу чувствует народ начинаешь понимать что им нужно какой-то момент даже когда играешь коммерческую музыку которая казалось бы мне не близко но я все равно знакома конечно каждым треком ты начинаешь понимать что нужно зрителю и когда ему становится хорошо это такое прекрасное ощущение тебя тоже тут же становится как-то хорошо здорово и весело при таком обилии занятий интересов как вы все успеваете вы очень организованный человек вы планируете свой день или это просто вот когда все дело с желанием то она так все получается и складывается нет я планирую все день в последнее время у меня прям сложные были последние несколько месяцев потому что и раза два дня куда-то летала я страшно боюсь летать я понимаю там все эти законы аэродинамики что одно крыло и что самолет вообще такая очень безопасная вещь для меня каждый раз сеть самолет я не понимаю до сих пор как это штуковина отрывается от земли и мне кажется никогда не это стресс большой страшно страшный стресс вот и конечно в условиях такой занятий нужно планировать свои дни в свой график свое расписание я к сожалению человек не пунктуальный я тот кто постоянно опаздывает кто постоянно просыпает это дело там на смену на какие-то там большие мероприятия не опаздываю в общем да конечно приходится наступать себе на горло и заставлять себя везде быть вовремя ну и да и день спланировать конечно у вас 16 год был такой плодотворный в плане ролей расскажите немножечко про фильмы в которых мы вас можем увидеть так все еще 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 сейчас выйдет карте вот танцы насмерть до главную роль постапокалиптическая драма в какой-то веке вот взяли у меня сыграть не сволочь последнюю а героиню прям такой ну конечно мне все равно героиня характерная героиня такая мужественная это постапокалиптическая драма про танцы что самое интересное такая очень наверное это будет похоже на голодные игры но с таким с нашим каким-то оттенком во первых танцев и вторых с нашим национальным немножко тенком сериал налет адаптация французского сериала браку у нас ставят этот проект карана гнисян для первого канала в главных ролях владимир мошков денис шведов александр паль и я я думаю что хороший продукт получится прямо когда мы сможем очень но это же такое я был мил никто точно не знает либо осенью этого года либо уже весной следующего мне еще были какие-то драма охотники дальше вот кстати да саша селиверстов снимал артхаусный проект охотники я ведь его только на случай не честно говоря поэтому ничего такого большого сказать не могу сейчас вот недавно вышел фильм идет в кинотеатрах сейчас прокате со мной фильм тоже про танцы танцуй со мной ну и сейчас какие-то запуски будут пока не буду говорить что за запуске потому что это как-то суеверие какое-то видимо во мне немножко играет все-таки вы склонны чуть-чуть совсем начались но там уже вроде все подписано на пускай съемочный процесс войдем а там потом расскажу несмотря на то что вы боитесь летать и но вам приходится много путешествовать где вы себя чувствуете более комфортно где вам нравится какое место москве дома ну вот я вдруг недавно поняла что я нахожу какое-то особенное удовольствие когда я нахожусь в москве не знаю привыкла я вот к этому перекопанному городу к пробкам то есть вас уже это не раздражает она конечно раздражает меня но я понимаю что наверно нигде в другом месте не смогла бы жить потому что но все-таки это мой город я здесь работаю здесь у меня происходит жизнь наверное если представить какое-то альтернативное место проживания и такое в качестве дачи если уж совсем размечтаться я бы представила как он спарта финна италия да 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 италию или верный берег франции что такое но я здесь сейчас и комфортнее всего спокойнее всего мне в москве потому что я ее знаю вдоль и поперек как-то но думай вы очень активный пользователь соцсетей до инстаграм когда на этот находите время и вам нравится популярность ваша известность для любого кино актера в принципе узнаваемость вот это вот какая-то популярность она заменяет аплодисменты которые артист не получает на съемочной площадке театр ты приходишь ты взаимодействуешь с людьми которые пришли и ты получаешь что-то тут же прям вот так в кино этого нет сняли все снято пошли отсюда нормально зато долгоиграющий эффект да нет вы знаете это это на это на самом деле мне кажется какой-то стереотип ничего не дамин долгоиграющий волна популярности просто какого-то проекта она очень быстротечно на самом деле узнает первые полгода потом все забывают поэтому все какие-то там вот эти мысли о том что вот я теперь стал артистом иметь вермовано все я теперь значит какой-то такой особенный человек это все глупость потому что она очень быстро заканчивается если мне кажется как-то не приходить в себя то может быть психологическую травму от своего же собственного какого-то зазвездения несомненно конечно популярность нравится очень приятно когда подходят люди говорят что им понравилась работа просят сфотографироваться на внешне не всегда ты готов фотографироваться потому что я раньше думала что какие-то артисты которые там требуют действительно площадке отдельный вагончик водителя другую еду что это что-то такое чрезмерное чрезмерное и больше демонстрирующие их какое-то положение известных артистов нежели действительно настоящую потребность в этом а сейчас я понимаю что это действительно потребность даже когда человек в общем ночует в самолетах или в поездах действительно нужно прийти на площадку и побыть окном полежать поспать это не то же самое что спать дома совсем это все равно все неудобно но просто когда ты находишься в таком графике действительно это очень очень буматывает и когда подходят люди и просят иногда сфотографироваться а ты не выспавшись приболевшие тебе надо ехать на работу ты не накрашен ты не в гриме ты там настроение у тебя пока не всегда хочется я никогда не почти почти не отказывала людям которые они куда поклонники приходили на после третьего сезона вот просто в связи с тем что ну устаешь занятость высокой ты не успеваешь там спать отдыхать и все остальное нечего отдавать потому что все равно когда ты взаимодействуешь с этими с людьми с поклонник должен улыбаться должен быть артистом должен транслировать хорошее настроение сделать вид что ну ладно смоткаемся поэтому уважаемые поклонники не обижайтесь на нее просто она очень устала спасибо за такой замечательный утренний разговор к сожалению наша программа подходит концу спасибо что сегодня вы были с нами до новых встреч